Согласно коллективному обращению предпринимателей, земельные участки они получали с 2019 года под торговые павильоны и точки общепита в рамках программы «Арман Хала». Договоры с СПК «Октобе» были составлены до 2025 года. Но письма о расторжении договоров в одностороннем порядке не начали получать в начале этого месяца. Бизнесмены рискуют остаться без работы, так как вложили в эти объекты немалые деньги. Решить вопрос в рамках земельного законодательства, то есть решить вопрос права выкупа аренды земельного участка. То есть, чтобы после того, как этот вопрос решится, СПК возьмет право аренды выкупа земельного участка, предоставит это предпринимателям, а они напрямую обратятся в земельную комиссию, чтобы продлить этот договор еще на 5 лет. Возможно, такое есть. Единственная заглоска есть в кодексе о том, что 33 статья земельного кодекса говорит о том, что земли находятся в местах общего пользования. Данный вопрос обсуждался на общественном совете. Сегодня на нем присутствовали представители госорганов и аким города Азамат Бекет. В палате Атамикен отмечают, что при изучении договора субаренды было выявлено, что договоры до настоящего времени действуют, и у большинства предпринимателей их сроки истекают только в 2025 году. Посовещались, приняли решение, что АО СПК подаст исковое требование в адрес Акимата, где ответчиком будет отдел земельных отношений, поскольку отдел земельных отношений направил соответствующее письмо на основании этого предписания земельной инспекции. Будет судебный процесс, вас никто не ущемляет, дальше вы можете продолжать свою работу. Как будет решение суда, мы вас оповестим. Заместитель Акима города Султан Аманчин разъяснил бизнесменам, что вопрос будет решаться в судебном порядке, а павильоны до этого могут работать в прежнем режиме. Тамирис Шумабаева, Жастан Жубаев, программа «Факт».